На волнах радио Беларусь очередной выпуск программы «Беларусь и мир взгляд из Минска». Я Евгений Новиков, автор и ведущий этой программы. Продолжаю разговор с Ивановым Андреем Аркадьевичем. Это представитель движения концепции общественной безопасности в странах СНГ. Он же является и членом правления общества знания по Минской области. Человек очень эрудированный, мягко выражаясь. В принципе, очень грамотно выстраивает целую концепцию. Мы в первой части говорили о том, кто стоял и что стоит за этой совокупностью взглядов, идей. Для чего эта концепция вообще общественной безопасности запущена в общественное сознание? И нужно ли ее развивать и совершенствовать дальше? И вот как вы считаете, каковы перспективы этой концепции? Нужна ли? Нужно ли ее продвигать? Или можно остановиться на уровне, ну просто, совокупность научных знаний, представлений? Или нужно переводить в какую-то практическую плоскость? Может, надо с ней выходить на какие-то уже питательные уровни, имейду школы, там, может быть, какие-то детские садики, какие-то вузы, управленческий аппарат, выступать там. Насколько вот вы считаете, практическое преломление вот на данном этапе? Потому что движение очень сильное, концепция сильнейшая. Так как вот она излагается, как она подается, это попытка как бы осмыслить. Это очень умные люди все это затевали в конце 80-х, накануне краха Советского Союза. Это умнейшие люди, попытались просто просмотреть как бы единым взглядом насквозь закономерности распада стран. Ведь распад стран, империи в том числе, да и не только империи, это же трагедия, это кровь, это смерть, это крах городов, семей, женщин и дети. Это миллионы людей погибали, просто не понимая при этом, что происходит. И вот нашлась группа людей, это было в тогдашнем уже, так скажем, Советском Союзе, который рушился, которые попытались это сделать, попытались взглянуть и создали эту совокупность взглядов. И насколько уместно сегодня ставить вопрос о ее практической реализации? Вы знаете, это вообще объективный процесс, реализация концепции общественной безопасности. И подтверждением этого является то, что еще в 1995 году концепция общественной безопасности прошла парламентские слушания в Российской Федерации, была одобрена для реализации... В Думе! В Госдуме Российской Федерации. Была одобрена для реализации во всех социальных институтах, в образовании, в управлении и так далее, к принятию на государственном уровне. Потом долгое время она забалталась, замалчивалась. Ну, понятное дело, что прежняя конструкция мира, в котором мы находимся, все прежние скрытые силы, которые держат, скажем так, мир в той социальной конструкции, в которой он есть, он не отдаст его сам по себе, и это не произойдет в одночасье, с сегодня на завтра. Нужно, чтобы изменилась мера понимания самих людей. И вот как раз через изменение меры понимания людей возможно реализация уже иной концепции жизни. Но, понимаете, как, к сожалению, последние годы показались, что большинство людей заразилось очень серьезными социальными болезнями. Я говорю о нигилизме, о чистоплюзии, когда мы их отоскраю, я плачу налоги, есть правительство, есть там добрый руководитель, пусть они сами все решают. В том числе и верно подданность такая вот. И все это приводит к тому, что мы, по сути дела, возвращаемся к обломому или к дяде Иване у Антона Павловича Чехова, когда он обвинял всех вокруг, почему он не стал профессором и не живет в Петербурге. По сути дела, при этом не готов был сделать ничего сам. И вот мы сегодня находимся в такой ситуации. И, кстати, 20 ноября 2013 года Владимир Владимирович Путин в России утвердил указом концепцию общественной безопасности в России. А 29 августа в Свердловской области России губернатор Куйвашев утвердил реализацию концепции общественной безопасности на территории Свердловской области. То есть процесс объективно идет. С чем это связано? Ну, во-первых, помимо общих знаний, которые мы получаем в науке, в образовании, в культуре, есть еще такое понятие, как самоощущение народа. Ведь если человек не глушит в себе так называемый голос совести, то он всегда перед совершением какого-то поступка понимает или предчувствует, какие последствия будет он ощущать или будет ощущать тот мир или те люди, в отношении которых это действие он готов совершить. Всегда такое существует. Положительное или отрицательное? Положительное или отрицательное. И, соответственно, потом мы говорим, мучает нас стыд, не мучает стыд. То есть есть две ключевых доминирующих внутренних реальности – совесть и стыд. И мы сегодня говорим о том, что невозможно построить счастливый мир без диктатуры совести. То есть это просто невозможно. Если мы не раскроем вот этот внутренний феномен человека, который, скажем так, рожден для того, чтобы состояться в человека, но прежде всего определимся с тем, что такое человек. Ведь если взять все информационное наполнение, которое мы называем таким социальным явлением высоким, как человек, то у человека есть что? Есть, безусловные, рефлексы, инстинкты. Есть привычки, которыми он руководствуется. Есть разум, который, скажем так, имеет у каждого свой уровень развития. И есть так называемый интуитивный канал, душевное озарение, опираясь на который человек выверяет или предощущает свои поступки. И вот у каждого из нас, в каждом человеке живет вот эти четыре составляющих. И в том числе вот эта высокая реальность, позволяющая, скажем так, не совершив никакого действия, осмысливать его последствия. Поэтому сегодня мы находимся в объективной ситуации, когда очень многие люди пробуждаются к такому осмыслению. Поэтому сама концепция, она объективно ложится на процесс перемен, которые происходят сегодня в глобальном обществе. Поэтому она называется концепцией общественной безопасности. Общество хочет жить безопасно и счастливо. И это управляемый процесс. Для того, чтобы построить общество, живущее бескризисно, для того, чтобы построить общество, в котором не будет обездольных детей. Сегодня, вы знаете, сирот еще больше, чем после Второй мировой. Сегодня появились на улицах люди без определенного места жительства. Не было такого в Советском Союзе. Мы сегодня видим пропаганду лекарств, просто массовая реклама лекарств и открытие сети аптек. Люди болеют все больше и больше. Сегодня между педагогом и студентом стали деньги. Платное образование и образование исчезло. Как только появляются определенные составляющие, мы всегда начинаем терять некую фундаментальную составляющую, которая, если опираясь на совесть дела и оценивать с позиции совести, никогда подобные действия мы не совершили. Я имею в виду вводить деньги, скажем так. Да, я согласен. Да, в том числе и между врачом и пациентом. Встают деньги, медицина пропадает. То есть мы сегодня видим, что есть определенные шаги, которые никак не развивают нас, а наоборот создают нам дополнительные соблазны для каких-то правонарушений, для каких-то проблем на будущее. Я назову такой факт, допустим, ну это конкретный факт, продукты питания. Все мы знаем, там ГМО-продукты геномодифицированные. Так вот выясняется. И в том числе в западном мире. И у нас на постсоветском пространстве есть силы, есть люди, структуры, которые не заинтересованы в пропаганде здоровых продуктов питания. Здоровых продуктов питания. А иначе бизнес ляжет. Да, бизнес ляжет. То есть получается, в Соединенных Штатах вообще люди, в Соединенных Штатах, это факты. Люди, которые пропагандировали здоровое питание, здоровые продукты питания, они пошли на нары, находили предлог. Ясно, что не за пропаганду в буквальном смысле такой статьи там нету. В уголовном законодательстве Соединенных Штатов, там других западных стран нету такой статьи. Их брали на каких-то других, на налогах, например. Только за то, что люди пропагандировали отказаться. Я называю только один пример из того, что вы говорите. Таких примеров масса. То есть получается, сама жизнь, сам процесс жизни на планете Земля, как нечто более высокое, чем мы даже не можем себе представить. А сама жизнь требует какого-то очищения, в хорошем смысле слова, для того, чтобы продолжать свое движение. То есть все то, что совершенствует жизнь нашу, оно ложится в эту концепцию, и концепция ложится в это движение, что не способствует. Например, однополые браки. Это же что значит? Почему так церковь поднялась? Почему все религии практически? Я понимаю, что есть вопрос атеизма там, но все религии, все цивилизованные, так скажем, концепции, учения, они против этого однополых браков. Почему? Потому что это останавливает жизнь. Это не способствует продлинию жизни. Почему во всех государствах поощряются многодетные семьи? Поощряются. Даже Китай хотели остановить. Не получается. Жизнь. Объективный процесс. Объективный процесс, даже Китай и то не может остановиться. Один ребенок, одна семья, один ребенок, будет два. Не может остановиться жизнь под воздействием каких-то, то есть все набирает обороты. И здесь эти процессы, процессы жизни, они приходят в противоречие с теми интересами, интересами тех людей. Которые ведут процессы по другой концепции? По другой концепции. Живут в другой матрице. Они выше всего этого. Вы говорите, вы сказали в первой части разговора, у них нету нравственности, они не подпадают. Здесь я могу немножко не согласиться в том смысле, что они считают, что они нравственны. Совершенно правильно. У них такие мировоззренческие стандарты. У них такие мировоззренческие стандарты. Это мы говорим. Да, у них нет нравственности. По отношению к ним это слово вообще или понятие стыд. У них нету, мы говорим. Они говорят, почему? Мы живем и все. Нам выгодно. Мы выгодно и все. А там чего это стоит? Кто страдает? Кто страдает? Сколько детишек уничтожено в Сирии, в Ливии? Или сколько погибло людей во время гражданской войны в Российской империи, в России тогда, с 17 по 22? Или сколько погибло людей Хиросима Нагасаки? Понимаете? Или сколько гибнет сейчас людей на Украине? Это я вот только, я беру, ближайший отрезок истории. Вот буквально 20-21 век. Их это не интересует. Но они это с точки зрения морали оправдывают. Я много раз говорил в других программах. Оказывается, их учат в их университетах западных. Так воспринимать окружающий мир. Так воспринимать окружающий мир. Им говорят, извините, с детства вкладывают им все это. Совершенно верно. И вот здесь либо жизнь победит вообще во всем в этом раскладе. При таком уровне, высочайшем уровне, а он не будет останавливаться при высочайшем уровне развития вооружений, технологий информационных, технологий по уничтожению жизни. Либо жизнь выстоит, жизнь как явление, как нечто данное сутью вещей, скажем так. Либо они уничтожат жизнь, как, может быть, это было уже не один раз в предыдущих цивилизациях. Если это было, я еще раз подчеркиваю. По сути дела, вы подвели к главному вопросу, что делать. Потому что если оставить прежнюю систему образования, воспитания и формирования подобных мировоззренческих стандартов где-то на планете, в той же концепции, в которой они сейчас и существуют, разделяясь, травливая и властвуй, и встань над всем этим процессом, и получай с этого выгоду, то мы оставляем на планете перманентные источники возникновения кризисов на будущее и уничтожения новых поколений. Поэтому без смены концепции развития, глобальной концепции развития цивилизации и отдельных региональных цивилизаций, с нечеловечной, то есть там, где возможно уничтожение себе подобных, в человечную, там, где нормой будет являться человечным типом строя психики, о котором мы уже сказали, без этого не изменятся никакие процессы. И мы, в конце концов, только тогда выберемся из того плохого рассола, когда будет изменена сама концепция. И поэтому сегодня, вот я подчеркиваю, я сказал такое слово и хочу повторить, именно на самоощущение людей, которые живут в объективном ожидании правды, они ищут ее, они ее чувствуют, и этот процесс нарастает объективно, в связи с изменением информационного состояния всего общества. Поэтому за концепцию общественной безопасности будущее и ближайшее, и отдаленное, и, конечно же, надо работать по ее распространению, и прежде всего с управленцами, с политологами, с социологами, с учеными, со всеми, кто желает, хочет жить счастливо и по совести, и желает этого своим детям и внукам. Уважаемый Андрей Аркадьевич, я очень благодарен вам за эту беседу. Я думаю, что кому надо, тот нас сегодня услышал, вы взялись со своими соратниками, и я рад тому, что я где-то как-то могу подставить плечо вам через такие программы, через такие интервью тоже. Дай Бог, чтобы было больше таких интервью, таких материалов и у вас, и у ваших соратников, и у ваших коллег. Кто-то однажды когда-то должен был за это взяться, кто-то однажды должен был это начать говорить, потому что дальше уже все, дальше край, дальше уже глобальная ядерная катастрофа. Вы понимаете, американцы разработали, и уже она у них принята к действию, директива единого глобального ядерного удара. То есть, один раз ударить, и все, и России нет. То есть, она направлена, эта концепция, и в первую очередь против России, ну и против Китая, но ударить так, чтобы уже не смогла взлететь ни одна ракета в ответ. То есть, давно известная мысль, что на планете уже достаточно столько ядерного оружия, чтобы уничтожить планету много раз. Так вот, кто-то же должен начать говорить все это. И то, что Владимир Владимирович Путин подписал эту концепцию, то, что это пошло уже на уровень губернаторов, дай бог, чтобы это продолжалось. Ровно через неделю, в следующий вторник, я жду вас снова, с новыми материалами, с новыми взглядами, с тем, чтобы в хорошем смысле мы могли нести вот такие идеи, такие взгляды, взгляды по жизнеобеспечению, жизнеутверждению, не только в Беларуси, не только в России, но в целом на планете Земля. Спасибо большое и вам. Я уверен, что мы найдем жизнь, сделать ее чуточку лучше. Чуточку лучше. Хотя бы чуточку, но это будет уже очень и очень чувствительно для утверждения жизни на планете. Спасибо еще раз огромное. И мы ждем вас в эфире снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова